Аким Североказахстанской области Антикоррупционная служба задержала руководителя областного филиала Аграрной кредитной корпорации. Его подозревают в неоднократном получении взяток от агрария. Рабочую поездку в Кызылжарский район Акимобласти началось посещение молочно-товарной фермы ТО «Кызылжар-суд». Она запустилась в 2022 году. Полторы тысячи голов у нас на ферме сейчас содержится, из них 651 доем. Вообще план фермы выйти на доенное поголовье 720 голов. То есть к концу года мы планируем выйти на этот показатель. На следующий день 28 литров на одну доенную голову, 18 тонн ежесуточно мы сдаем. У нас берут три завода. Это маслодел «Евразиан-милк» и «Мол-сервис». ТО «Кызылжар-суд» трудится 78 человек. Заработная плата в среднем составляет 310 тысяч сенье. В прошлом году на ферму из Германии завезли поголовье сементальской и галштинской пород. Здесь и комбикорма, здесь и силы, здесь и наш. И минеральные, и мел, и сода. Здесь смешано порядка 12 компонентов именно в этом корме. Процентов 80, наверное, кормов производим сами на наших же полях. На сегодня в Североказахстанской области функционирует 106 молочно-товарных ферм. Из них 36 современные. За пять лет построено 30 молочно-товарных ферм. Планируется профинансировать 18 проектов построения молочно-товарных ферм. 6 в этом году мы постараемся ввести. Почему? Потому что там уже предварительная работа проведена. Новые молочно-товарные фермы отвечают всем современным стандартам. Специалисты работают на высокотехнологичном оборудовании. Сколько раз дойка идет в сутки? Три раза. Три раза. Три раза, да. У нас в пять утра, в час дня и в девять вечера. В селе Смирнова Каинского района ГАУЕС Нурмухамбетов ознакомился с работой элеватора. Емкость этого хлебоприемного предприятия составляет почти 100 тысяч тонн. Убрали мы на сегодняшний день уже 85 процентов. Урожайность в среднем составляет 14 центнеровых гектаров. По масличкам у нас убрали 20 процентов или 10 центнеров составляет урожайность. Кормовую мы убрали и убираем на сегодняшний день 88 процентов. На территории района работают пять элеваторов с объемом хранения порядком 310 тысяч. На сегодняшний день мы приняли порядком уже 76 тысяч загруженность, составляет где-то 25 процентов. Элеватор принял уже свыше 50 тысяч тонн зерна. Его сюда привозят с полей Акаинского, Есильского, Козлужарского и района Макжана-Жумабаева. 75 процентов. Третий класс. Старого урожая нету? Есть. Есть. Есть государство? Есть. Какой объем государства? 14,5. Тогда у вас получается уже на 80 процентов элеватор закрыт? Да. При главе региона сделали анализ только что привезенного зерна. Исследование помогает понять, насколько оно влажное, много ли в нем белка и клейковины. Свой визит в два района ГАУЕС Нурмухамбетов завершил встречи с руководителями местных агроформирований. Я приехал сегодня в регион работать. Сегодня огромное доверие оказано мне главой государства. Вся эта программа производственная, социальная. Все, что хорошее делось в нашей Северо-Казахстанской области, приложу все усилия вместе с вами, чтобы это все продолжалось. Насчет преумножения это все будет зависеть от нас с вами. Встреча проходила в полях ТО Полтавская. В этом году здесь получили хороший урожай ячменя, а также других сельскохозяйственных культур. Ячменя обычно клюнет и все, он маленький. Да это, слушайте, а это какой сорт? Канадский сорт мы второй год занимаемся. Масса хорошая, кущение мощное, там 6-7, поэтому мы его оставляем. Сложная уборка была, но не такая страшная. Ну процентов 85-90 мы провели десекацию до дождей. Вот это в какой-то мере нас спасло. Нормальным было бы сегодня объявление цены, когда протерпорация, она все-таки, она бы стабилизировала рынок и уже можем было ориентироваться. Поэтому будем ждать, вот на днях они обещали цену объявить. А в нескольких километрах от этого поля убирают кукурузу. И сколько кукурузы у вас? Мы где-то 900 гектаров посеяли, сейчас где-то 50-60 гектаров в день убираем. В этом году в ТО Полтавская посевная площадь составила почти 15 тысяч гектаров. Большую часть в товариществе отвели под зерновые культуры. Дарья Пашмынца, Александр Янцен, МТРК. В Северный Казахстан с рабочим визитом прибыл первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ахамадзи Сарбасов. Он ознакомился с работой завода «Мунаймаш», где выпускают нефтегазовое оборудование и детали для него, а также изделия и запчасти для подвижного состава. На производстве здесь трудится 87 человек. Первый вице-министр интересовался их заработной платой, социальным пакетом и условиями труда. Рабочим он рассказал о цели своего визита в СКО. Самое главное – довести до наших местных региональных служб все поручения, которые были озвучены руководством страны, президентом нашей республики по всей направлении социальной и трудовой сферы. В этом году много изменений были приняты, и новый социальный кодекс, и глава государства обозначил ряд задач, в том числе и по совершенствованию трудовой сферы, концепцию безопасного труда. Мы над этим будем работать. Говорил об этом первый вице-министр труда и социальной защиты населения и с коллективом Петропавловского электротехнического завода. Здесь трудится 220 человек. Заработная плата работников начинается от 180 тысяч тенге. На заводе трудится немало переселенцев из трудоизбыточных регионов страны. Вот такое производство, я думаю, это показательный пример, когда во взаимодействии непосредственно со стороны бизнеса, да, в лице работодателя и местных исполнительных органов, вот такой синтез работы происходит, когда есть трудовые ресурсы, которые сюда в рамках программ, в том числе и за счет государства, которое предоставляется, они переселяются, находят здесь свое рабочее место. Работодатель полностью берет на себя все обязательства, не только в плане вывода его, да, постоянным доходом, но и плюс к тем программам, он дополняет социальных пакетов. Речь идет об этом 104-х квартирном доме, который Петропавловский электротехнический завод строит для своих работников. Агирим Хамзина, Вадим Ударисов, МТРК Во второй половине дня Акмади Сарбаса встретился с представителями неправительственных организаций. Он рассказал им о том, какая работа проводится на уровне правительства. Наемных работников у нас где-то больше 170 тысяч здесь наемных работников. Есть вопросы, конечно, доходом наемных работников. Понятно, что она разнится в зависимости от сферы. Мы видим, что с начала года идет повышение зарплат. Конечно, это базовая индексация, в целом на 8% такого повышения идет. При этом мы, конечно, призываем, чтобы эти зарплаты росли пропорционально вкладу работников в производительность труда. О том, что этих самых работников сейчас не хватает в большинстве сфер Акмади Сарбасов на встрече с представителями НПО тоже говорил. Такая проблема, по словам первого вице-министра труда и социальной защиты населения, существует не только в нашем регионе. Частично этот вопрос закрывает действующая программа переселения. Граждане, которые живя в трудоизбыточных регионах, не имеют доступа к качественному рабочему месту, они его здесь получили. Мы предоставляем всем субсидии на переезд. Мы готовы им предоставлять субсидии, в том числе на аренду жилья в течение одного года. А также с текущего года мы подключаем механизм, так называемый сертификат экономической мобильности, который позволяет порядка 4 миллиона тенге получить переселенцу, чтобы это был его первоначальный вклад в его жилищную программу. Для журналистов и участников встречи провели брифинг, где любой желающий мог озвучить свой вопрос. Руководитель общественного объединения «Мой ребенок» Татьяна Ковалева пришла, чтобы рассказать о навалевшей проблеме. Организация, которую она представляет, ориентирована на помощь людям с расстройствами аутистического спектра. В других регионах есть компенсация возмещения за лекарство, есть компенсация возмещения за проезд на лечение. Также есть праздник об уделении денежных средств инвалидов и пенсионеров. У нас в регионе этого ничего нет на протяжении уже многих лет. 8 лет я занимаюсь в этой теме и ни одного подарка к инвалидам, например, детям или пенсионерам у нас в регионе не было. Сейчас просто стоит вопрос о том, что дети-минтарщики, которые уже после 18 лет, у которых вторая группа, по суду признаются недееспособными, но при этом у них вторая группа и им не положен опекун способен по уходу. Он остается таким же ребенком. Поэтому я считаю, нужно пересмотреть данную градацию. Речь идет о людях с инвалидностью по психическому расстройству. Акмадис Арбасов заверил, что вопросы Татьяны Ковалевой будут рассмотрены. Татьяна Ковалева, Вадим Мударисов, МТРК. Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области в рамках реализации проекта «Бизнес Киржоу» задержан руководитель областного филиала АО «Аграрная кредитная корпорация». Он подозревается в неоднократном получении взяток от сельхозпроизводителей. Суммы взяток варьировались от 100 до 500 тысяч тенге. За беспрепятственное и положительное решение вопроса о получении кредитного займа в рамках национального проекта поддержки агропромышленного комплекса, рассчитанного на 2021-2025 годы. В настоящее время идут следственные мероприятия. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания города Петропавловск. Иная информация в рамках порядка статьи 201 уголовно-процессуальных конкурсов разглашению не подлежит. О преступлениях среди подростков говорили на совещании в школе-лицее Парасад села Бесколь. Первый заместитель прокурора области Абу Али Саттар считает, задача взрослых состоит не в том, чтобы разбираться с последствиями нарушения законов детьми, а предотвратить их. Для этого в учреждениях образования проводятся профилактические мероприятия. В этом году совместно с Акиматом области нами утвержден план мероприятий по профилактике подростковой преступности. В соответствии с данным планом мы в каждой школе проводим соответствующие лекционные занятия, где разъясняются нормы закона, как я уже сказал. Если касаться органов прокуратуры, то все сотрудники прокуратуры области закреплены за каждой школой. Их задача – объяснять детям законы. Нередко бывает так, что подростки просто не знают, что переступают черту. Не все школьники понимают, что уголовная ответственность начинается с 16 лет, а если преступление особо тяжкое – с 14. Больше всего нарушений связано с вандализмом, кражами и наркотиками. В Казалжарском районе с начала года зарегистрировано 8 преступлений, связанных с несовершеннолетними. Эти дела сейчас расследуют правоохранительные органы. В школе лицея «Парасад» 325 учеников. И никто из них не имеет проблем с законом. У нас нет таких детей ни в районе, ни в школе. Школьники читают книги на переменах, играют в шахматы и шашки. Если ребенка что-то беспокоит, он в любой момент может обратиться к психологу. С родителями также работают психологи. Инспекторы беседуют отдельно с девочками и мальчиками. Затем первый заместитель областного прокурора провел прием предпринимателей. Анатолий Никишин поднял вопрос о возбуждении на него уголовного дела. По мнению бизнесмена, учитывая обстоятельства, такое положение вещей несправедливо. Анатолий сдал помещение. Арендатор увеличил мощность автоматов с разрешенных 13 до 25 киловатт. А 11 мая в здании произошел пожар. Буквально через 2-3 дня арендатор стал с меня требовать, чтобы я ему разрешил забрать его имущество. То есть вот это дополнительное оборудование. Я категорически отказал, так как возбуждено уголовное дело до выяснения. На сегодня, я не знаю, закрыто нет, на меня возбудили уголовное дело по факту удержания чужого имущества. Абу Алис Сатар взял под контроль это дело, а также указал на недочеты сотрудников при его возбуждении. Анна Богословская, Шерниас Иманов, МТРК. Изъято свыше 7 тысяч литров алкогольных напитков. В области на учете находится свыше 3 тысяч 300 севроказахстанцев, страдающих алкогольной зависимостью. В этом году на принудительное лечение отправили 164 человека. 42 новых дорожных знака появились в селе Соколовки Козылжарского района. Населенный пункт расположен на трассе. Много людей через него едут в зоны отдыха. Установка знаков стала инициативой ветеранов поселкового пункта полиции. С такой просьбой они обратились год назад. Уже через три месяца были установлены 32 знака. В нынешнем году работа продолжена. Также по просьбам граждан появились искусственные неровности на дорогах в районах Шалакына, Мамлюцком, Акаинском и Тимирязевском. К началу учебного года директор одной из городских школ обратилась с просьбой установить искусственную неровность на участке дороги рядом с учебным заведением. Полицейские обследовали улично-дорожную сеть областного центра и направили в местные исполнительные органы предложение по восстановлению и установке 13 таких ограничителей скорости возле школ и детских садов. В административной полиции отмечают, что это яркий пример обратной связи с населением и реализации принципов сервисной полиции. Всего с начала года сотрудники административной полиции провели 1514 обследований дорог, внесли 224 предложения по улучшению дорожной инфраструктуры. Командно-штабные учения «Урман-2023» прошли в лесном хозяйстве Козылжарское. По замыслу из-за резкого потепления усиление ветра на территории области сложилась пожароопасная обстановка 2-го класса. Температура воздуха с 25 до 35 градусов. Скорость ветра от 15 до 25 метров в секунду. Из-за возникновения и развития пожара на Большой площади огонь перекинулся на жилой населенный пункт. На ликвидацию пожара направлена одна единица спецтехники, 7 человек личного состава. Они отрабатывают все действия четко и слаженно. Параллельно для ограничения распространения огня с помощью МТЗ-80 идет противопожарная опашка. В озерной средней школе развернули штаб для пострадавших в учебном пожаре, где оказали медицинскую и психологическую помощь жителям. В приемном и эвакуационном пункте возможно разместить единовременно до 400 человек. Имеется необходимое имущество для того, чтобы обеспечить его питанием, продовольствием и ночлегом. Почти за 9 месяцев этого года огнеборцы провели более 20 учений. Цель данных учений – это проверка органов всех государственной системы гражданской защиты, готовности, слаженности личного состава. Определяем свои силы, возможности в целях предотвращения таких чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. По данным спасателей, с начала года в области зарегистрировано 26 лесных пожаров, в которых пострадало 78 гектаров леса. Ущерб составил 14 миллионов тенге. Камила Карим, МТРК. Тестирование на знания законов, проверка на полиграфе, беседа с психологом, написание эссе, грамотная презентация себя на собеседовании, участие в конкурсе и, наконец, стажировка. Вот те испытания, которые проходят специалисты, желающие перейти в судебную практику. Правила квалификационного экзамена претерпели изменения. В их числе необходимое количество пороговых баллов и сроки пересдачи. С разъяснениями в Петропавловск приехала представитель Высшего судебного совета страны. Вот этот порог знаний между 75 баллами и 80 баллами, он был определен как достаточный, потому что и достаточное количество кандидатов стало иметь возможность проходить в суде, и они показали себя в дальнейшей работе и достаточную свою профессиональную подготовку, и практические навыки, и теоретические знания. Ранее всю процедуру экзаменов в случае неудачи необходимо было проходить заново. Теперь же у кандидатов есть возможность пересдать тот этап, в котором не набралось достаточно баллов. На совещании Олеся Цай уделила внимание деталям экзаменационного испытания, дала рекомендации по выполнению заданий. После того, как все предыдущие этапы пройдены, определенные баллы набраны, переход к последнему этапу – это собеседование с членами квалификационной комиссии. Значит, собеседование происходит в онлайн формате, каждый со своего либо рабочего места, либо домашнего места подсоединяется на связь с комиссией квалификационной, и там задаются ряд вопросов. Это, как правило, пять основных вопросов, которые из разных областей проверяются. Ваша способность коммуницировать, ваша способность к принятию решения, ваша способность к планированию. Собеседование – самый последний и наиболее важный этап в экзаменах. Как правило, для кандидатов он наиболее волнителен, даже для тех, кто уже имеет опыт работы в суде. Самый сложный этап экзамена для меня – это было собеседование, потому что в связи с тем, что это очень долгий путь, достаточно на протяжении большого времени, каждый этап проходил, и каждый этап был волнительный, и к нему требовалась особая тщательная подготовка. И от именно собеседования зависел уже итоговый результат. По словам Олеси Цаина, сегодня в Казахстане ощущается дефицит кадров в судебной сфере. Порядка 300 вакансий ожидают претендентов, поэтому агитационная работа – важная часть визитов членов Высшего судебного совета в регионы. Анна Богословская, Шернияс Иманов, МТРК Единый день отчета прошел в Североказахстанской области. Во время совещания представители контрольно-надзорных органов рассказали бизнесменам о проделанной работе и дальнейших планах. Открыл заседание заместитель Акима Североказахстанской области Рустем Курманов. С начала года зарегистрировано 1027 актов о назначении проверок, из которых 495 в деятельности субъектов частного предпринимательства. Доля зарегистрированных предпринимателей от общего их количества составляет 42%. По видам проверок в отношении субъектов частного предпринимательства 12 было проведено на соответствие требованиям, 404 было проведено внепланово и 19 составили иные проверки. Сфера бизнеса является актуальным объектом надзора у прокуроров. В каждом районе Североказахстанской области функционирует мобильная группа по поддержке предпринимателей, куда могут обратиться бизнесмены. В этом году от предпринимателей поступил 71 сигнал о нарушении их прав. Один предприниматель обратился к нам с сигналом, что его полиция незаконно проводит проверку. В ходе проверки мы установили, что помимо того, что полиция возбудила дело, именно этот факт в суде рассматривался, то есть имел место гражданско-правовой спор. Выехав на место наши сотрудники, в том числе сотрудники, представители, вернее, Атамикена и сотрудники департамента полиции собственной безопасности, которые тоже входят в эту мобильную группу, мы этот факт пресекли. И в этот же день уголовное дело было прекращено, которое было возбуждено по факту самоправства. Всего в этом году прокуроры защитили права 2000 предпринимателей. К ответственности привлекли 14 должностных лиц, внесли 186 актов надзора, пресекли 3 незаконные проверки. В Барках состоялся легкоатлетический забег в честь празднования Дня пожилых и Дня труда. Он собрал ветеранов спорта и действующих спортсменов. В марафоне приняли участие порядка 200 человек. Возраст участников не ограничен. Это мероприятие в целом укрепляет наши взаимоотношения, популяризоваться в спорте в нашей области. И нас это радует, и нам приятно ветеранам. Число наших участников прибавляется, молодежь берет пример. Хорошая, я думаю, это традиция для воспитания подрастающего поколения. Спортсмены преодолели дистанцию один километр и вернулись к месту старта. Все участники забега с этой задачей справились на ура. Отличный забег, отличное мероприятие. Было приятно поучаствовать. Прибежал первый. Всем спасибо за праздник. А спортом вообще сколько занимаетесь? Всю жизнь, как себя знаю. В области физической культуры и спортом занимается порядка 40% населения. Хочется призвать всех горожан и всю область заниматься систематическим спортом. Ежегодно мы проводим на территории нашей области данные забеги. Не так давно, в августе, мы провели полумарафон Козылжар-2023. Это уже традиционный полумарафон. И, конечно же, у нас ежегодные забеги – это «Золотая осень», «День труда», «День здоровья». Помимо массового забега здесь организовали челлендж в поддержку спортсменов из Северо-Казахстанской области, которые на данный момент защищают честь нашей страны на азиатских играх в Китае. «Вы сберлились, Аллах Арнастан!» Каждый участник марафона получил памятный подарок. Камила Карим, Шарния-Зыманов, МТРК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»